аллилуйя 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 слава 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 богу но будет имя святое и крепкая нашего господа благословенно здравствуйте добрый день мы приветствуем всех кто смотрит нас прямом эфире всех тех кто впервые у нас здесь в зале я прошу чтоб ты повернулся сосед к соседу и улыбнулся ему сказал как я рад видеть тебя сегодня в доме божьем церкви божьей благослови его и можешь присаживаться да благословить вас господь всех вас кто в эту погоду сделал шаг и пришел сюда когда мы делаем шаг бог делает свой шаг и он приходит нашу жизнь господь вернее чем мы наш наш бог никогда в долгу не останется когда он видит что мы что-то делаем что можем что у нас получается уделяем свое время он верен прийти в своем благословении и я уверен что ты уйдешь отсюда благословенным потому что бог здесь потому что мы пришли ради имени бога ради иисуса христа мы собраны здесь он наш спаситель и целитель наш врач наш бог господь он коснулся нашей жизни изменил нас переместил нас из тьмы из царства света в царство сына своего возлюбленного и говорит святое писание что мы даже не понимаем что произойдет с вами с нами но когда он придет мы будем как он мы увидим все полностью и поймем какое великое благословение иметь иисуса в своем сердце слово божье говорит вовеки не тысячу лет не две тысячи лет а вовеки мы будем славить и благодарить бога за его славную благодать за кровь его и за крест давайте еще раз громко поаплодируем и просто явим свое благодарение и любовь нашему богу богов слава да будет иисусу христу единственному сильному богу если ты согласен скажи на это аминь чудесно давайте откроем вместе слово божье римлянам 13 главу с 12 стиха мы прочтем вы видите что мы про приближаемся к рождественским праздникам мы в нашей стране будем праздновать 6 января но с 25 декабря до 6 января мы решили провозгласить праздниками рождества христово весь мир возможно пытается сегодня сделать так чтобы рождество прошло без христа но я скажу тебе что нет рождества без христа и нет никакого нового года без христа поетому поэтому когда я поздравляю людей я так поздравляю я было поздравляю вас рождеством и потом с новым годом поэтому следующие суббота и воскресенье у нас будут праздничные собрания пасторы будут служить приди с готовым приготовленным сердцем если у господа есть слово пусть он проговорит к тебе в пророчестве мы благословим возложим руки на людей и пройдемся по нашим достижениям в этом году и будем говорить о будущем году и 6 января мы будем праздновать рождество нашего господа иисуса сегодня я хочу прочитать римлянам 13 главу с 12 стиха наш пастор в прошлом месяце об этом говорил и мое внимание привлекли несколько стихов это 12 стих ночь прошла а день приблизился и так отвергнем дела тьмы и обличемся в оружие света мое внимание привлекло слова сочетания оружие света когда мы говорим оружие мы говорим о войне если есть оружие значит идет война конечно чтобы сэкономить время я не буду читать официанам 6 главу в которой написано что мы воюем как христиане у нас есть брань у нас есть война когда мы шагнули в царство божье мы оказались войне это духовная война эта война не против крови и плоти как говорит апостол павел это брань эта война против не против государств этого мира но против на часть и властей тьмы царство тьмы против злых духов которые в поднебесной и хочешь или нет нравится тебе это или не нравится мы вовлечены в эту войну у нас есть враг нам нужно об этом знать потому что иногда мы думаем что наша война против кого-то еще нет мы должны знать кто наш враг и за что мы воюем твой сосед он не твой враг пожалуйста улыбнись ему и скажи ты не мой враг наш враг это не другие церкви которые сегодня собрались благословить прославить имя господа да будет благословен каждый человек который в этот чудесный день собран чтобы прославить имя божие в любой стране мы благословляем их наша брань не против братьев и сестер не против наших соседей не против нашего государственного аппарата слово божие говорит всякая власть от бога молитесь за начальствующихся за президента за премьер-министра чтобы у вас была жизнь в мире и чтобы евангелие могло быть проповедано в стране ты скажешь а против кого наша война апостол павел это отлично знал и поэтому в галатах своими словами хочу сказать в галатах 5 15 написано если мы воюем друг против друга знаешь апостол павел говорит будьте внимательны чтобы не угрызать друг друга и не съедать говорит апостол павел галатам 5 15 хорошо мы поняли что дьявол наш враг без и наши враги но за что идет война я скажу что не за деньги не за территории идет война война не идет за что-то другое но апостол павел четко говорит он говорит за что идет война он пишет это в тимофе послании тимофею 1 тимофею 6 12 он пишет и он ободряет нас знаете есть люди которые могли могли бы убежать хотят убежать с поля войны а а также есть люди которые хотят представить и хотят притвориться что нет такой войны не идет война но я хочу под ободрить тебя чтобы как сильное дитя божье встать как лев и принять свои победы потому что слушай внимательно я пророчески говорю твоя победа не только твоя твоя победа она ободрит других побеждать твоя победа разрушит царство дьявола слышишь твоя победа будет окрылять других людей ты встанешь и ты скажешь верен господь стоит уповать на него и верить уповающих на него он не оставит в стыде сильное место и рекомендую на это сказать аминь и поэтому апостол павел ободряет нас он говорит подвизайся то есть воюй добрым подвигом веры хочу заострить на этих словах наше внимание он дает заповедь тимофею который был учеником апостола павла не только учеников но он говорит он духовный мой сын как сын отцу бы служил так и тимофей служит мне для евангелия и для вашего спасения апостол павел у него было много помощников в послании к филиппийцам он говорит о своих помощника что он каждый ищет своего но вы знаете что тимофей он верь уверен он верный и в одном из посланий здесь говорит апостол павел подвизайся добрым подвигом веры то есть не останавливайся не сдавайся подвиг веры это война веры ты должен вести ее и уверен господь который поможет тебе победить верен бог который станет рядом с тобой в этой войне верен бог который никогда не оставит тебя одного в своих проблемах потому что наш господь он никогда не оставляет он никогда не бросает и он верен верно его святое и крепкое имя аминь добрый подвиг веры представьте если бы церковь не знала первая церковь о которой мы читаем дианях апостолов если бы не знала эта церковь с кем она против кого она воюет и за что и когда совал апостол павел будущий он арестовывал христиан бросал их в тюрьмы вы знаете что стефана который через которого духом святым бог совершал чудеса когда и побивали камнями стефана павел стоял там рядом с ними и представьте если бы церковь стала воевать против савла убила савла в этом случае стерла его из истории чтобы было с нами все послание которые мы сейчас читаем апостола павла те церкви через которые евангелие достигла 2016 года чтобы случилось слава богу что сам павел хорошо понимал что мы не против друг друг против другого и мы одна семья когда я говорю о семье знаете мы понимаем что в семье есть проблемы нам нужно научиться правильно решать проблемы прощая друг друга уважая друг друга протягивая руку поднимая друг друга поддерживая решая вопросы но мы должны быть одни кулаком и одной армии вести наш добрый подвиг веры и не позволить чтобы от победил держись вечной жизни апостол павел пишет в конце своей жизни он пишет интересную вещь второе тимофею 47 апостол павел он прошел свою жизнь и он дает отчет о жизни своей и он сравнивает свой свою жизнь с подвигом с поприщем он говорит каждый из нас мы у нас есть поприще и мы бежим это поприще как бы это и я хочу сказать что важнее на конец чем начало нас будут помнить потому как мы окончили свою жизнь они потому как мы начали свою жизнь апостол павел говорит духом начали но плотью заканчиваете кому такое надо сильным образом начать служить богу но потом оказаться в аду или оказаться под влиянием алкоголя кому нужно такое окончание жизни мы не хотим мы хотим правильно хорошо завершить закончить нашу жизнь отлично и я скажу тебе что тебя запомнят потому как ты совершил свою жизнь даже если твое начало было малым пусть конец будет великим я скажу тебе пусть твой конец будет славным чтобы мы смогли в один из дней встать перед богом наш апостол павел говорит о людях которые с надеждой о тысячелетнем царстве они смотрели как граждане небесного царства но потерпели кораблику кораблекрушения в вере и знаете апостол павел использует то же слово они говорят в вере кораблекрушения потерпели потому что верующий должен держать сохранять веру верующий должен должен бороться за веру он должен употреблять веру которая дана ему дана нам с тобой как подарок от бога апостол павел здесь говорит подвигом добрым я подвязался течение совершил и говорит я сохранил веру я сохранил веру я за него боролся не дьявол не смог украсть обстоятельства не украли те ситуации которые происходили в моей жизни не смогли украсть веру иногда от может атаковать может так обратить ситуации в твоей жизни чтобы ты эту веру оставил но павел говорит я держался за нее не от не оставил ее не выбросил ее но я подвязался добрым подвигом течение совершил и сохранил веру и слава богу и дай бог чтобы каждый из нас таким образом завершил свою жизнь и в один из дней стал перед нашим славным господом и он чтобы сказал нам с тобой верный и добрый раб когда придет время он скажет войди в радость господина твоего знаешь иисус три с половиной года учил своих учеников на этой земле он знал что однажды его не будет физически на этой земле как тогда он родился мы скоро будем праздновать его рождение это было радостью знаешь ангелы явились они пришли к пастухам сказали великая благая весть вам они побежали нашли маленького младенца и иисус когда возрос он взял про книгу пророчества иска исаи сказал дух господин на мне и этим служением он помогал людям прокаженные очищались больные исцелялись бесноватые освобождались и наш господь он не меняется он тот же вчера сегодня и вовеки и он знал хорошо он говорил своим ученикам что меня распнут будут насмехаться надо мной положат в огромную на третий день воскресну и он говорил хорошо мне уйти потому что я тогда пришлю духа святого и так как произошло произошло так же как говорил иисус через три с половиной года он знал что ученики будут на земле а его с ними не будет физически но вместо него дух святой придет к ним чтобы творить дела которые великими будут и он учил им их как им нужно поступать он учил их алфавиту как бы азбуки христианство и сегодня он хочет чтобы христианство было без христа чтобы верующий был без веры дьявол сегодня хоть чтобы рождество прошло без имени христа меня даже в нашей стране по-другому начинают эти праздники называть не говорят рождество иисуса христа по-другому начинают просто использовать слова в европейских странах появляется слово буква x вместо христа я узнал что в позапрошлом году в одной из европейских стран поскольку в этот день все идут в церковь одна организация обещала дать 50 евро каждому человеку кто докажет что в этот день его не было в церкви ноги его не было в церкви и я подумала интересно много таких людей и оказалось что много их много таких людей они один единственный день в году посещали церковь и в этот день не пошли но давайте мы с тобой решим что наша нога всегда будет в доме божьем всегда будет в доме божьем в церкви тем более чем больше последние дни приближаются сделать все что угодно чтобы не оставить собрание в евреях написано как некоторые оставили собрание как обычай у некоторых давай мы с тобой решим всегда быть на служении ты не представляешь какое благословение в том когда мы собраны вместе я пророчески говорю тебе господь сегодня проговорит в твое сердце если ты болен ты уйдешь сегодня в исцеление ты исцелишься если у тебя сегодня проблемы господь коснется тебя своим словом если ты пришел сюда и не знаешь кто может тебе помочь бог помощник твой его помощь она достаточно и более чем достаточно ее иисус учил учеников он давал им простые уроки он учил через притчу учил через притчу осетели он в евангелии от марка говорит что дьявол он сразу приходит и крадет слово потому что дьявол отлично знает что вера приходит от слышания слышание слова божия когда проповедуется слова приходит вера приходит вера в евангелии от марка есть прича осетели в луке восьмой главе иисус учит учеников и он знает что его ученики эти сильные генералы генералы веры после него совершат великие чудеса и мы должны обращать внимание на то что говорит иисус он сначала говорит в 12 стихе о том что это семя это слово и те кто слушает те кто при дороге это те которые слушают но дьявол приходит и уносит слово чтобы они не уверовали и не спаслись не уверовали и не исцелились не уверовали и не освободились интересно через слово приходит вера а вера дает возможность принести божье благословение без веры невозможно получить благодати от бога ты слышишь вот почему война идет за веру и теперь я хочу пройти урок который дает иисус своим ученикам о вере так и я назвал свою проповедь вера с другой точки зрения из тех историй которые мы читаем в новом завете мы прочтем которые иисус говорит учит о вере поскольку мы верующие мы должны знать как приходит вера как применить веру в нашей жизни как сохранить как подвязаться как воевать за веру и в луке восьмой главе иисус рассказывает историю с 22 стиха я прочту и и когда мы встанем на ноги знаете что наше служение не закончилось просто мы позволим духу святому действовать я попрошу чтобы ты в своих мыслях присутствовал здесь не отвлекался лука в 8 главе 22 стихе пишет что в один день он вошел иисус с учениками с вами в лодку и сказал им переправимся на ту сторону озера и отправились знаешь если бы лодка была дырявой или в ней были какие-то она была поломана или еще что то и тогда иисус бы сказал переправимся все бы было невозможно казалось бы невозможным ученики не сели бы в эту лодку но поскольку ученики сели в лодку означает что они верили в слова которые сказал иисус что мы переправимся они поверили и садятся в лодку вместе ты уверовал в иисуса ты сел вместе с ним в лодку христос с тобой и он никому из этих учеников не сказал давайте отплывем на середину озера и там пойдем ко дну но вдруг вдруг поднялась буря иисус заснул и бурный ветер поднялся и заливали их волнами они были в опасности и они разбудили иисуса сказали наставник погибаем тебе иисус не сказал что давай вместе пойдем и в конце у тебя все будет плохо иисус не сказал что твои обстоятельства тебя убьют тебе иисус не говорил чтоб буря тебя зальет и ты пойдешь ко дну нет христос с тобой в этой бури они приходят будет иисуса наставник наставник погибаем иисус встает мне нравится здесь как написано что иисус встает но он не начинает их обличать он не встает и не говорит что это с вами происходит почему вы так в замешательстве таком он решает все вопросы он запрещает ветру волнению воды и они перестали и сделала стишина знаешь мы можем получить урок из этого отрывка евангелие от луки дает одну часть но евангелие от матфея дают также другую в луке в матфея и в марке они все касаются этой истории мы хотим общую картину посмотреть они оказались в этой бури иисус усмирил бурю и ученики удивились он они сказали кто сей кто это они не поняли что иисус дал им пример показал пример он показал что так как я поступил так и вы можете поступать со своими бурями вы можете усмирить все что поднимается против вас той властью которую господь вам дал и через слово через имя которое дано нам имя господа иисуса которая превыше всякого имени потом он садится и учит учеников я из трех евангелий я взял эту историю в луке это восьмая глава я из всех трех посмотрел в матфея восьмой главе и в марка четвертой главе во всех трех главах иисус в конце делает обобщение то есть он учит учеников в луке он говорит где вера ваша матфея он говорит что вы так боязли вы маловерные в марка он говорит что вы так боязли вы как у вас нет веры я три важных пункта на подчеркну и мы вместе будем молиться за эти три пункта номер один что иисус говорит вы у вас есть вера он говорит куда пропала ваша вера обстоятельства дали вам забыть что у вас есть вера верующий имеет веру в римлянам апостол павел говорит что каждому бог дал меру веры как-то я говорил с одним человеком он говорит но у меня маленькая вера я не могу победить те проблемы которые у меня есть послушай если у тебя есть вера с горчичное зерно она может перемещать горы иисус сказал что горчичное зерно она меньше всех зерен даже самая маленькая вера может помочь тебе победить твои проблемы поэтому помни у тебя есть вера и ты можешь победить твои проблемы ты можешь победить все в чем ты сегодня Ты скажешь, откуда ты это все взял? Я не от себя это говорю. Я не основываюсь на своем опыте, я основываюсь на Слове Божьем. Небо и земля придут, но Слово Божье не придет. В 1 Коринфянам 10.13 написано «Верен наш Бог». Давайте прочитаем. «Вас постигло искушение не иное, как человеческое». То есть то, с чем ты сегодня борешься, люди уже проходили это. Мы не первые люди. Человечество, у него история 6 тысяч лет. Прежде нас люди болели, у них были долги. И я скажу тебе, наша ситуация сегодня лучше, потому что мы не живем в рабовладельческом обществе. И они побеждали. И написано «Верен Бог, который приготовит облегчение, приготовит выход». Написано «Верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил». У тебя есть силы. Ты не окажешься искушаемыми сверх сил. Если у тебя есть эта сила, ты скажешь, ну да, но я слаб. Знаешь, человеческая сила, ее недостаточно. Апостол Павел говорил «Господь». И Бог сказал ему, что «Моя сила является в твоей немощи». Когда ты не на себя надеешься, не на свой ум, но на Господа надеешься, тогда верен Бог не оставит, не попустит быть искушаемыми сверх силой. Но посредством Его имени, посредством Его слова, посредством братьев и сестер, которые стоят рядом с тобой за тебя, посредством милости и благодати Божьей ты можешь победить всякую проблему. Ты можешь покинуть этот зал здоровым. Ты можешь покинуть этот зал, получив ответ на свои семейные проблемы. Ты можешь, если что-то тебя связало сегодня и мешает, может ты связан чем-то, и руки у тебя чешутся, ноги не хотят дома сидеть, просто проходишь, может быть, мимо каждого такого злачного места и хочешь в этом месте потратить все твои деньги, Бог может освободить тебя от всякой скверны, от всякой мерзости, от всякой зависимости алкогольной, от всякой слабости по отношению к каким-то лекарствам или наркотикам. И Бог верен, и Его имя достаточно для нас. Написано «Верен Бог». У него есть выход, он не оставит, если что-то пришло в нашу жизнь, нашу семью, в какую-то сферу, бизнес, работа, пожалуйста, побеждай. Не сдавайся, не говори, что «Ну хорошо, проблема, живи у меня дома». Нет, объяви войну этой проблеме и позволь, чтобы пришла победа. Номер один – ты можешь победить. Номер один – та проблема, которая у тебя есть, Бог силен принести чудо в твою жизнь. Номер два – о чем Иисус говорит в этих трех историях. Не бойся. Он поворачивается и говорит ученикам, почему вы так воязливы, почему вы боитесь, почему вы убоялись. Знаешь, страх – это вещь, которая бывает в жизни каждого из нас. Когда мы смотрим на то, что видим, когда мы смотрим на то, что у нас в кошельке, в кармане или на ситуацию в стране. Знаешь, когда ты видишь на видимые обстоятельства, приходит страх. Страх – это уверенность, что все будет плохо. Страх – это уверенность, что, возможно, Слово Божье не истина. Это уверенность, что, когда ты начинаешь менять свою диалогию, не нужно менять диалогию. Просто изгони страх из своей жизни. Ты скажешь, ну, у меня не получается. Значит, каждое воскресенье приходи сюда, и Бог это сделает в твоей жизни через своих служителей. Авраам, он также упал. Возможно, если ты позволил, чтобы страх вошел в твою жизнь, не чувствуй себя плохо, потому что и в жизни Авраама такое было. Годы проходили, Бог дал ему слово, что у них будет сын. Но они сидели в этом шатре, и у них не было детей. Но Бог вывел его из шатра и сказал, посмотри наверх, посмотри на то, что укрепит твою веру. Не живи видимым. Не живи, исходя из того, что видно в мире, но живи, исходя из того, что праведник верою жив будет. А вера идет от слышания Слова Божьего, из Слова Божьего. Поэтому записывай, когда ты приходишь на служение, записывай, слушай то, что Господь тебе говорит. И когда чувствуешь, что приходит страх, начни укреплять свою веру обетованиями Божьими. И вера твоя, она поднимется, она укрепится. И Бог решает вопросы страха Авраама. Он говорит, Авраам, не бойся, я твой щит. Я говорю тебе то же самое. Не бойся, Бог стоит за твоей спиной. Не бойся, у тебя есть Бог. Не бойся, у тебя есть Его Слово и Дух. У тебя есть Его Имя. И верен Бог, который не оставит уповающих на Него. Ты скажешь, уже долгое время, как я нахожусь в проблемах. Авраам находился в проблеме очень долгое время. Я понимаю тех людей, которые болеют, или у них есть в семье больной. Когда ты смотришь на физическое состояние, ты теряешь надежду. Но не смотри на это. То, что, видимо, оно проходящее. Но Слово Божье, оно не приходит, не приходящее. В Слове Божьем написано, что ты исцелен Его ранами. Что Его бедностью ты обогатился. Слово говорит, что каждый призывающий Имя Мое спасется. Поэтому не сдавайся и призывай Имя нашего сильного Господа каждый день на твои обстоятельства. Итак, номер один. Бог говорит в Своем Слове. И Иисус учит Своих учеников. Он говорит, вы можете победить. Вы можете победить все, в чем вы оказываетесь. Любая проблема, в которой вы оказываетесь. Поэтому, когда Петра на следующий день ведут, чтобы отрубить ему голову, поэтому ради веры Петр спокойно спал в тюрьме. Он так глубоко заснул, что когда ангел оказался в тюрьме, ему нужно было как следует растормошить Петра. Он говорит, Петр, вставай, спасение твое пришло. Он спокойно спал. Почему? Потому что Бог Израилев, Святый Израилев, Он не спит и не почивает. Мы спим, но наш Бог не спит. Знаете, Он посылает ангела Своего вывести Петра. Второе, не бойся. Третий пункт, о котором учит Иисус Своих учеников. Третье. В следующем, что вера без дела, она мертва. Веру нужно прилагать в действие. Знаете, у них была вера, но страх сделал так, что они забыли те слова, которые утром сказал Иисус. Иисус сказал, садимся и переправляемся на другую сторону. Иисус не сказал, что мы с половиной пойдем ко дну и утопимся. Но страх дал им забыть все это. Номер три. Иисус говорит, мало веры. То есть у них была вера, но чего-то не хватало. Чего не хватало их вере? И мы знаем, чего не хватает вере. Что делает веру мертвой? Вера без дел мертва. Веру нужно действовать любовью. Апостол Павел, когда пишет, в Галатам там была большая теологическая дискуссия, и он говорит, вы начали духом, но оканчиваете плотью. И он говорит, в Иисусе Христе все, все не важно. Одно важно. Любовь, которая действует любовью. Любовь друг к другу. Вот действующая, двигающая сила, которая дает возможность вере действовать. Бог проявил свою любовь к нам, дав нам Сына Своего Единородного на кресте. И всякий верующий в Него, Он не пропадет. Мы Его ранами исцелились. И плод Его дела должен сегодня быть явлен, потому что верен Господь. Бог больше хочет, чтобы мы победили, чем мы. Бог больше хочет, чтобы ты был здоров, чем мы можем себе представить. Почему? Потому что Он наш отец, слышишь? Каждый родитель готов сделать все, что можно для своих детей. Но есть наша часть. Наша часть. Чтобы внутри нас мы увидели картину победы. Знаешь, не попускай, чтобы страх, исходя из обстоятельств, говорил с тобой. Третье. Вера должна прилагаться в действие. Иисус не только говорил, Он показал пример ученикам. Он усмирил эту бурю. Знаешь, есть вещи, которые делает дьявол. То есть здесь Иисус, Он останавливает, усмиряет бурю. Он не стал делать теологическое исследование, почему поднялась буря. Знаешь, мы в войне. Слышишь? Мы живем в стране, которую, в земле, которую Адам продал. И все творение, оно стенает, оно мучается и ждет, когда же тысячелетнее царство придет на эту землю. И когда же будут верующие царствовать со Христом. Потому что многое, что было искажено, придет в норму. Поэтому не нужно обсуждать, почему. Иисус, Он показывает пример, как нужно использовать веру. По понятным образом, через слово. Иисус говорит, вера действует через слова и через действия. Через слова и действия. Поэтому апостол Павел говорит, «Если хочешь жизни и доброденствия, держи, соблюдай язык свой». Иакова, третья глава, написано о языке. Царь Давид, он понял, что жизнь и смерть во власти языка. Он говорит, поставь ограду устам моим. И здесь Иисус встает, и Он запрещает. Через некоторое время мы будем запрещать нашим проблемам. Мы будем прилагать, будем использовать нашу веру. И не просто будем говорить. Говорить, уйди. Но также мы будем совершать нечто, что называется молитва. Действия на основании слова и на основании имени Иисуса. Иисус сказал, что во имя Мое попросите, Я то сделаю. Три вещи. Первое, Иисус говорит, ты можешь победить. Второе, говорит, не бойся. Третье, говорит, прилагай свою веру в действие. И ты не останешься в стыде. И весь народ да скажет Аминь. Давайте встанем вместе. Наше служение не окончено. Дух Святой только начинает действовать. Он касается. Еще мы даже не подняли молитву, но Дух Святой уже начал действовать. У некоторых были проблемы со спиной. Господь прямо сейчас касается тебя. Здесь есть люди, которые пришли разочарованными. Ты не то, что хочешь просто совершить самоубийство, но ты устал просто. Но Господь говорит, победа близка, не сдавайся. Победа близка, не сдавайся. Ты спросишь, ну когда же это будет? Знаешь, у Бога время по-другому идет, нежели у нас. И годы, которые перед тобой, в будущем, они будут наполнены такой радостью, такими сильными будут, что ты будешь удивляться и смотреть, говорить, Господь, как же ты добр, как ты благ, что наполняешь уста моей радостью, потому что таков наш Бог. Когда Петр проходил через проблемы, Иисус пришел к Петру и сказал, Петр, дьявол вышел против тебя. Иногда буря выходит, иногда весь ад выходит, потому что в твоей жизни есть призвание, потому что на твою жизнь изливается Божье помазание, и ад заметил это. Даже бесы говорят, Петра, Павла знаю и Христа. Знаешь, некоторые люди в то время хотели именем Иисуса изгнать бесов, но бесы говорят, кто вы такие, вас не знаем. Возможно, ад вышел, как на Иова. Весь ад встал, чтобы его просто погубить, чтобы испытать его веру. Но это короткое время было. Но остальные годы были наполнены славой. Поэтому прошу тебя, не сдавайся. Не слушай совета жены Иова, глупого совета. И также не слушай обличения лжедрузей Иова. Какой ты грех совершил. О, ведь ты нам проповедал позавчера. Вот сейчас у тебя проблема, посмотрим, как у тебя, как ты сейчас запоешь. Нет, не слушай таких друзей. Иов молится за своих друзей, чтобы Бог благословил их. Потому что истинные друзья, они в трудности становятся рядом с тобой. Истинные друзья, они поднимают твои руки. Истинные друзья делают все, что они могут просто. И даже если чего-то не понимают, говорят, верен Бог, сильно Его святое и великое имя. И никогда Он не оставит в стыде тех, кто уповает на Него. Иисус говорит Петру. Говорит Петр, дьявол, сатана, молился, чтобы просеять вас, как пшеницу, но я просил, молился Отцу, чтобы вера наша не оскудела. Чтобы наша вера не оскудела. Спасибо. Лука 22, 32. Я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя. И когда обратишься, когда ты сможешь победить, чтобы и других утвердить, чтобы братьев утвердить, чтобы мы не отходили вперед. Знаешь, у нас нет места для отступления. Все мосты уже давно сожжены. Мы не те, кто обращаемся назад и отступаем. Пусть прошлая жизнь, прошлые грехи и прошлые привычки не приходят в твою жизнь. Просто принеси себя, как царь Давид, когда сожгли Секелак, когда увели детей и жен. Он принес себя, свою душу к Господу, приближающийся к Господу, получит ответ от Господа. Простящий у Господа получит помощь от Него. Поэтому мы будем провозглашать, мы будем говорить. Через наши уста мы будем провозглашать освобождение, исцеление. Я не знаю твою проблему, но прошу, чтобы ты провозглашал. И потом поднимем молитву перед Господом. Иисус, Сын Давидов, помилуй. Иисус, Сын Давидов, помилуй. Иисус, Сын Давидов, помилуй. Если ты нуждаешься в этой милости Божьей, Божья милость, она не оскудела, она каждый день обновляется. И пусть Бог отправит нас отсюда домой насыщенными и прославляющими имя Его. Как Исаия говорит. В Исаии 53, как написано о всех страданиях Иисуса, написано, Он увидит плод дела Своего. Наш плод, Его дело на кресте, это наше спасение, вечное жизнь, исцеление, освобождение. Да увидит плод дела Его. Но сначала давай возьмем одну песню и давай начнем просто думать и просто сконцентрируй свое внимание на Боге, если нужно в чем-то покаяться. Знаешь, иногда люди говорят, ну, возможно ведь, что грех является причиной того, что в жизни человека что-то произошло. Да, бывает. И если в чьей-то жизни произошло это из-за греха, эти люди очень хорошо знают, из-за чего это произошло. Если ты знаешь, что ты совершил грех, покайся. Я смотрел проповедь Смита Вигельсворта в интернете. Это человек, генерал Божий. Тысячами людей исцелялись на его служениях. И одна женщина приходит, которая заболела болезнью из-за того, что жила непотребной жизнью в прелюбодеянии. И пришел этот человек к нему и сказал, есть ли для меня спасение, захочет ли Бог исцелить меня? И Смит Вигельс вот говорит, есть для тебя исцеление, есть для тебя милость. И он падает на колени и говорит, Господь, помилуй меня, грешника, очисть меня. И Бог исцеляет. И в этот момент он становится на ноги, чувствует, как тепло по всему телу, как молния проходит. Он начинает прыгать и славить Бога, прославлять его имя. И Смит Вигельс вот говорит, иди и впредь, не греши, больше не греши. Но этот человек, знаешь, уже прошедший через этот путь, только глупец обратно встанет на этот путь. Но есть многие вопросы, из которых дьявол или буря пришла просто. Если ты знаешь, что дьявол стоит за этим, просто рыкни на него, как лев. Если есть какие-то обстоятельства, которые в твоей жизни, скажи словом, провозгласи, будь здорова, будь счастлива, будь восстановлена, моя семья. Редактор субтитров А.Семкин